Сегодня мы с вами поговорим о новинках Makeup Revolution и вы знаете, когда я снимаю новинки, мне всегда хочется оговориться, особенно когда речь заходит о Makeup Revolution, потому что у них понятие новинки крайне относительно, они буквально каждую неделю выпускают новые коллекции, поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, это, конечно, новинки, но не такие, которые, знаете, вчера с конвейера вышли. Тем не менее, давайте приступать и начать я хочу с того, что уже находится у меня на лице. Начала я свой макияж сегодня вот с такого вот праймера, это Blur Stick и, кстати говоря, это не просто Makeup Revolution, у них вышла новая линейка, которая называется Revolution Pro. Это линейка якобы профессиональная для профессионального использования и я взяла два продукта из этой линейки, хотя их там гораздо больше. Тем не менее, меня в первую очередь заинтересовал вот этот стик, даже не стик, а стик еще, я бы сказала, потому что здесь объем 30 грамм и даже если вы визажист и даже если вы будете использовать этот стик абсолютно на всех своих клиентах ежедневно, то я все равно сомневаюсь, что вот такое вот количество праймера может когда-то закончиться. Срок годности у этого праймера 12 месяцев, намного более вероятно, что закончится просто срок годности и придется от него избавиться. Я думаю, что создавая этот продукт, Makeup Revolution вдохновился, скорее всего, аналогичным продуктом из люксового сегмента, а именно от Milk Makeup вышел уже достаточно давно такой же стик, который также называется Blur Stick и очень многие на YouTube его расхваливали. На сайте Makeup Revolution указано, что этот стик в первую очередь разглаживает текстуру вашей кожи и также, что довольно интересно, на сайте также написано, что вы можете использовать этот стик сам по себе без нанесения сверху тональной основы для именно натурального эффекта. Я вообще особо не возлагала никаких надежд на этот продукт, но когда я его попробовала, я действительно сразу заметила разницу, как только его наносишь, поры действительно заполняются моментально, общая текстура лица также сглаживается. И помимо вот просто даже расширенных пор, этот стик тоже очень хорошо, на мой взгляд, работает и с мимическими морщинами. Например, сегодня я заполняла мимические морщины на лбу и в целом я очень довольна результатом, потому что после нанесения тональной основы все равно все лицо выглядит намного более гладким, чем если бы я не использовала этот продукт. И что меня, кстати, крайне удивило тоже с этим стиком, это его состав, потому что обычно все средства для заполнения пор, выравнивания текстуры и так далее, они все на основе силиконов. Здесь же я была крайне удивлена, потому что на первом месте каприловый триглицерид, это фракция кокосового масла, дальше идет силика и дальше идет два типа воска. Один вообще такой натуральный, безвредный, второй уже такой более, скажем так, не совсем полезный, но тем не менее основной состав этого стика как раз таки не силиконовый, но тем не менее он выполняет свою работу. И я бы даже сказала, что мне то, как он справляется со своей задачей, нравится больше, чем аналогичные средства с силиконом. Следующий продукт, который я также уже успела нанести, и, кстати, он тоже из линейки Revolution Pro, это кушен для бровей. Меня тоже заинтересовал этот продукт, потому что это было что-то такое новенькое для меня. Я раньше для бровей кушен и никогда не использовала, и мне вот очень интересно было попробовать. И что мне в первую очередь было интересно, это то, какая консистенция у этого продукта, можно ли им делать прям волосковую технику, то есть брать какую-то тоненькую кисточку и вот прям прорисовывать отдельные волоски, или же скорее это такой продукт, который просто заполняет общее тело бровей. И когда я начала пробовать этот кушен, я поняла, что здесь как раз-таки второй вариант. Это очень легкая водянистая такая консистенция, которая не способна делать именно какие-то отдельные штрихи. Когда начинаешь наносить этот кушен, он скорее ведет себя как пудровый продукт, нет в нем какой-то четкости, какой-то резкости линий, да, какой-то графичности. То есть этот продукт рассчитан на то, что вы просто будете заполнять свои брови, потом их слегка прочешете и все. Если у вас есть какие-то проплешины, или если вы любите именно создавать эффект вот такой вот волосковый, с этим продуктом у вас это не получится. Но тем не менее, просто заполнить брови, создать какую-то общую форму аккуратную, у вас 100% получится, что я собственно сегодня и сделала. Стоит этот кушен тоже абсолютно недорого, ну скажем так, он в цену такого хорошего карандаша для бровей из масс-маркета, поэтому здесь скорее решайте сами, нравится ли вам такой способ нанесения и эффект по сравнению с каким-то другим способом. Ну и вы, наверное, конечно, заметили, что глаза у меня не накрашены, а все потому, что мы сегодня с вами будем вместе пробовать вот эту вот палетку. Эта палетка была создана в коллаборации с SofX, и это уже вторая коллаборация. Эта палетка называется Extra Spice. На мой взгляд, эта палетка достаточно интересная, опять-таки стоит она абсолютно недорого. Она стоит дешевле даже, чем вот этот вот стик. Эта палетка на 18 оттенков теней, здесь есть как и металлики, так и матовые тени. И что интересно лично для меня было, это то, что эта палетка не теплая, она, скажем так, 50 на 50. То есть здесь, конечно же, встречаются и теплые оттенки, но также здесь и достаточно много холодных оттенков. Я с этой палеткой хочу сделать два макияжа. Один я сейчас сделаю вот так вот общим планом, и второй я сделаю крупным планом, как вы любите. Первый оттенок, который я возьму, это будет оттенок Cookie Doll. Это самый, наверное, такой светлый нейтральный оттенок, который можно использовать как транзитный. Светлее из матовых оттенков ничего в палетке нет. По составу, кстати, у этой палетки на первом месте находится слюда и дальше тальк. Поэтому, скорее всего, это порадует тех, кто не очень любит тальковые тени. Тальк здесь, конечно, присутствует, но он уже на втором месте, а не на первом. Следом я смешаю оттенки Running Late и Sweet and Sour, потому что мне как раз нужно что-то среднее между ними. Сразу, кстати, могу сказать, что эти тени достаточно пыльные, то есть, когда только кисть касается рефила, то сразу летит очень много пыли. Тем не менее, на веко переносится тоже достаточно пигментированно, то есть, я пока не вижу проблем особо с нанесением. То есть, вот как я хочу, какую интенсивность, такую мне эти тени пока могут дать. Дальше на ту же кисть я возьму оттенок Lakes. Это такой, как темно-хаки оттенок, болотный. Теперь я возьму оттенок Brownies. Это, наверное, самый темный коричневый оттенок. Здесь есть еще оттенок Reputation, но это уже черный цвет. На центр века я буду наносить оттенок Aurora, и после того, как я нанесу этот оттенок на плоскую кисть, я также хочу кисть смочить немножко, потому что у меня есть подозрение, что просто так сам по себе этот оттенок будет, во-первых, осыпаться, во-вторых, не даст мне ту интенсивность, которую я от него хочу. И смачивать кисть я буду фиксирующим спреем. Это тоже для меня сегодня новинка от Makeup Revolution. И это гиалуроновый спрей, который называется Geluronic Fix. То есть, это спрей с содержанием гиалуроновой кислоты. По идее, он должен достаточно хорошо углажнять. Итак, я, конечно, наслоила эти тени до нужной мне консистенции, и, в принципе, оттенок сейчас выглядит неплохо. Но, кстати, чем больше и больше я пользуюсь этой палеткой, тем больше и больше я понимаю, что формула этих теней мне очень сильно напоминает ту, которая в шоколадках у них. Вот если вам эта формула нравится, то и эта палетка вам 100% понравится. Но, например, их палетка Dragon's Heart, там совершенно другая формула. Тени совершенно по-другому наносятся, они и не пылят. И также они намного лучше и проще переносятся на веко. Под бровь я нанесу оттенок Dreams. Верхнее веко я хочу сейчас еще дополнить стрелкой темно-коричневого цвета. Сейчас я ее быстро нарисую, и мы с вами перейдем уже к нижнему веку. А на нижнее веко я хочу нанести оттенок Lossan. И хочу это сделать вот так вот достаточно плотным слоем. Не знаю, насколько эта палетка мне позволит это сделать, но вот хочется, чтобы нижнее веко было прям ярким по сравнению с верхним. Что ж, мне осталось только накрасить ресницы, что я сейчас и сделаю, и уже покажу вам финальный результат. Я начну с оттенка Cookie Dye и буду наносить его в складку и даже немножко выше. Остатки из кисти я распределяю по всему подвижному веку, потому что в этом макияже я задумала верхнее веко сделать полностью матовым. Следующим я возьму оттенок Lakes, и хотя он имеет легкий такой оливковый подтон, но веко переносится он немножко более серым оттенком. Теперь я возьму самый темный оттенок палетки, который называется Brownies, и буду выделять им уголок глаза. Теперь я хочу на верхнее веко нанести вот такую вот серебряную подводку, это подводка от Гош, и я сейчас быстренько нарисую стрелку и вернусь для того, чтобы мы продолжили макияж. На нижнем веке я начну с того, что нанесу вот такой вот карандаш от Гош вдоль ресничного края. Теперь мне это нужно растушевать. И теперь поверх этого синего карандаша я нанесу оттенок Infinity. Теперь мне осталось накрасить ресницы. На нижних ресницах я буду использовать тушь голубого оттенка от низ, а верхние ресницы я накрашу обычной черной тушью и также наклею накладные ресницы. Как только я это сделаю, вернусь к вам, чтобы показать уже финальный результат. Ну вот и все, макияж готов. Он, конечно, получился более нестандартным, но мне так и хотелось показать вам какой-то более нестандартный вариант, а не просто нанести этот серебряный оттенок или другой какой-нибудь оттенок на все веко и сделать стандартную растушевку. Тем более скоро Хэллоуин, поэтому этот макияж можно даже выдать как за такой ленивый макияж какой-то снежной королевы или чего-то такого. Конечно, в повседневной жизни вы так будете вряд ли ходить, но тем не менее я надеюсь, что вам все же понравился этот макияж. И последнее, что мне осталось, это закрепить общий макияж лица с помощью того же спрея. Кстати, я вам хочу здесь продемонстрировать распылитель, потому что я не ожидала, что он будет настолько качественным. В принципе, я считаю, что это нормальное распыление как для такой стоимости. То есть этот спрей не плюет в лицо, а именно таким вот облачком распыляет. Что касается его свойств, то он должен создавать более сияющий финиш и добавлять увлажнение к коже. А мне оно как никогда сейчас нужно, потому что на мне тональная основа, которая, кажется, высасывает все соки просто из меня. Что ж, давайте подводить итоги. Начнем с того, что впечатлило меня больше всего, а это на удивление был вот этот Blur Stick. Что касается этой палетки. Давайте, наверное, во время того, как я буду подводить по ней итоги, я покажу вам сводчи всей этой палетки, чтобы вы имели представление абсолютно о всех оттенках, как они сводчатся, как они выглядят. Она мне понравилась, особенно учитывая ее стоимость. Действительно, стоимость палетки крайне низкая. Из аналогов я вообще ничего не могу придумать, чтобы было бы лучше по качеству. Если, например, взять те же Colourpop, да, они получше качества, я бы сказала, но, тем не менее, они стоят, ну, почти, грубо говоря, в два раза дороже. Если сравнивать, в принципе, палетки Makeup Revolution, то лично мне формула из палетки Dragon's Heart и вообще вот этой линейки нравится больше. Как я и сказала, они вообще не пылят, эти оттенки. Они очень пигментированы, они легко тушуются. И отличительная их особенность заключается в том, что они очень легко переносятся на веко. В то время как вот эта палетка, опять-таки, я не могу сказать, что она плохая или что у меня возникли какие-то особые сложности в создании макияжа. Я считаю, что макияж с ней получается красивый. Все равно у меня не было каких-то масштабных проблем, скажем так, в растушевке или в переносе оттенков на веко. Вот так вот, посмотрев на себя в зеркало, я не могу сказать, что это макияж, который сделан, например, дешевыми тенями, и это как-то видно. Смотрите в первую очередь на растяжку оттенков. Если они вас привлекают, то, конечно, можете заказывать эту палетку. Я думаю, по качеству она вам понравится. Для меня эта палетка более такая осенняя, что делает ее сейчас крайне актуальной. И все потому, что здесь практически нет каких-то прям ярких оттенков. Большинство оттенков здесь такие более приглушенные, более мрачные. Что касается этого кушена, то опять-таки я на 100% могу его рекомендовать, если вам нравится такой тип нанесения. Если вы больше предпочитаете карандаши для бровей или помадки, то это просто совершенно другой тип нанесения, совершенно другой эффект на бровях. И последнее. Что касается этого спрея, то здесь немножко обманчивое, скажем так, название. Этот спрей называется Hyaluronic Fix, то есть подразумевается, что это спрей с содержанием гиалуроновой кислоты. Он должен увлажнять. И здесь, собственно, так и написано, что это увлажняющий, фиксирующий спрей. Но в то же время, если посмотреть на состав, на первом месте здесь вода, на втором месте денатурированный спирт. И это, конечно, не самый лучший состав, скажем так, особенно для средства, которое должно увлажнять кожу. Что касается визуального эффекта от этого спрея, то действительно, после его нанесения я вижу вот это дополнительное сияние на своей коже. Но, тем не менее, если пользоваться продуктами с высоким содержанием денатурированного спирта ежедневно, то это будет сушить кожу. А так как у меня и так, в принципе, с этим проблемы, то этот спрей совершенно не для меня. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы здесь впервые или еще не подписаны на мой канал, это можно сделать, нажав на вот эту вот круглую иконочку вот здесь вот. Обязательно присоединяйтесь к нашему сообществу. И также я для вас оставлю еще два видео, которые вы можете посмотреть. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.